Приветствую вас! Я хочу представить вам сервер по тематике Tokyo Ghoul RP от молодой команды WeKlight. На данном сервере есть три SNF-фракции. Антейку, Ау-Гюри, а также CCG. На наш сервер вы сможете устраивать рейды, механфайт и многое другое. IP и ссылка на дискорд сервер в описании. Поем! Давайте, знаете, что сделаем? 触л Это я себе оставлю, как в будущем доказательство того, что у меня будет вестись запись. Здесь живет какой-то кекс под именем Ад, глава бандитов. Итак, ролик начался, но вы не понимаете, что происходит. А я играю за профессию полицейского, который может замаскироваться под кого угодно. Отработаем стандартную схему того, как можно отыграть РП за профессию полицейского под прикрытием. Здорово, мужики. В гости можно. Дружба. Дверь. Дюхи бебру. Я вот тут буду стоять. Где? Тут. Нельзя стоять. Оборонять. Баррикады еще не встречаются. Ты тут считаешь, что ты за баррикадой стоишь? Зачем не отвечает? А как? Как принять? Или вот тут бегай? А как принять? Значит. На О отблизко. О, отблизко. Все, все, все нормально. так ребят ух блять ты шо ж делаешь сломашка пауэргейминг против троих и более игровых персонажей значит двоих и более я хватануть могу а нет двоих я могу хватануть троих нет если бы как только меня впустили я начал бы кого-то вязать сразу то это бы выглядело не так красиво как если бы я затянул немного эту рпшку некоторые подумают что я нарушил правила соло рейда но нет хозяин меня сам впустил по доброй воле я лишь с ним просто договорился но он не знает что я полицейский надо ограбить кого-то чтобы деньги были ребят час действовать или нет я не знаю даже я не знаю сейчас или нет этот афк какая именно так бля он ливнул один если бы начал что-то делать когда их было трое в квартире то это было бы нарушением правила пг а также фиррп скорее всего потому что я могу действовать против двоих людей но против троих и более нет с уходом третьего игрока у меня развязались руки и мне оставалось выбрать только подходящий момент чтобы связать одного и наставить оружие на другого тем самым запустив у него правило фиррп ну что-то делать они кого-то еще хотят взять сюда тмп доставать не буду по ней спалюсь сразу нужно сроки ареста сделать при нарушении двух пунктов можно максималку неподчинение валиться вандализм прогненовение на чужую собственность покушение человека оскорбление обслуживающего ограбления так нас трое ну типа трое надо чтобы он вернулся бля убили кого-то убил тварь ебаную ну ладно бывает жду когда наш челик придет домой и я их уже начну вязать карты под стол стваны на стол лицом к стене быстро лицом к стене я тебе говорю дернешься я буду стрелять лицом м4 феникс не дергайся я тебе говорю будешь развязаться я тебя пиздану я тебя пиздану я тебя предупреждаю еще раз как ты вообще видишь то что я развязываюсь кинь ты дергаешь руками какого хуя я тебе говорю ну да действительно зачем соблюдать правила если можно их нарушать охуенная логика ничего не скажешь потом же этот чел начал палить на весь сервак какой у меня нет пара оба будете арестованы за нелегал у тебя нелегально оружие у тебя сто процентов оно тоже есть попроверь меня я могу лиц гаусс мп7 и 14 у тебя в любом случае срок не дергайтесь блять я говорю какого хуя вы дергаетесь туда-сюда открывай открывай я тебе говорю открывай пароль тогда мне говори пароль говори мне ты только что при мне открывал пароль у тебя еще раз спрашиваю тот момент я почему-то быстро подзабил на это но оказывается это нарушение правила нон рп у него завязаны руки но он каким-то образом открывает эту дверцу забирает оттуда деньги и быстро закрывает а потом по требованию мента не может ее открыть снова просьба наборной администрации боброграда ребят в беседе пожалуйста скооперируйтесь чтобы кто-нибудь один выдал ему наказание а то он будет вот чувство после этого видоса сидеть в вечном нон рп то есть ты ставишь защиту не зная пароля да блять я тебе говорил ты будешь у нас тоже расстреляны если ты будешь развязываться нелегальное оружие и маники 420 какой нет есть лицензия есть вот так вот блять у тебя феррер бэя выдаю тебе наказание у тебя феррер бэя выдаю тебе наказание у тебя феррер бэя тебе сказали если ты будешь развязываться будет расстрел ты все равно это начал делать и я тебе угрожал оружием в этот момент ты развязался ты развязался ты развязался я развязался ребята на меня когда ты не обращал на меня внимание гений ухай бэбру я взял себе опять кегабишника ты ёб я стану каким-нибудь не знаю наверное бандитом под прикрытием и прошаренный бандос любое мощное падение с большой высоты оно будет для меня фатальным поэтому я наверно надену зонтик который снижает скорость падения и дает возможность немного парить эй народ я с миром давайте корешиться мужик тот что в хате можно ближайший кэ у вас пересидеть я потом подскочу принесу манники я шесть человек разобрал это изи с кем он бра базарит ради манников я готов на все дэвид сука ты а ну я тогда приду в кэ он на жалобе он на жалобе давайте вы все съебетесь оба пока пока я вам бошку не прострелил а вот так а зачем стрелять я с миром так ты давай уйдешь так но пока он не особо приветливый есть я пока не хочу ну и ладно хер с ним потом значит зайду о о о о о этот байт если его можно так назвать я давно хотела вам показать в одном из своих прошлых роликов но не получалось это тупо потому что очень мало людей живет в элитном районе чувствую я после вот этого видео люди там перестанут селиться вообще Суть его в том, что чел, который застроился в доме в элитном районе, он начинает негодовать от того, что кто-то лазит по крыше его дома. С одной стороны, это возмущение оправдано. Он выкупил территорию, и он не хочет, чтобы кто-то левый лазил по крыше его дома. Но с другой стороны, правила считают иначе. По правилам Беброграда, крыши домов в элитных районах считаются общественным местом. Это значит, что делать какие-либо криминальные действия за такие же криминальные профессии, это нарушение правил КровдРП. И вот тут уже владелец дома в элитном районе будет байтиться на абсолютно любого прохожего, который просто заступил на его крышу или же стоит там какое-то время. И что он будет делать, угадайте с трех раз? Правильно, он будет доставать оружие и угрожать. А в случае чего еще и стрелять. Я тут сижу. И все. Крышу, конечно. Вышел. Вышел, вышел. Стоп, блять, забегает, к нам еще кричит, помогите, аща ебанатый. Да уйди ты с нашей этого. Это моя силка, отдай, блять. Сука. Ну что-то такая себе крыша на самом. Шуруй. Шуруй сам. Ебался мой, как говорили. Ну а нахуй ты на крышу она еще стоишь, не понимаю. А я тебе говорю, отъебался. Ебался нахуй. Ну я сейчас крышу все равно делаю, типа, ущербную похуй. Это как-то странно. Ты говоришь, что сейчас я застрою крышу, и мне будет вообще похеру, и ты все равно потом как-то агрессируешь и обращаешь на меня внимание. Ну, зачем? Пиздуй. Пусть стоит. У нас льва долбоеб не понимает, что я ему говорю. Да ты сам долбоеб. Ну вот, вернемся, льва, подъезжим крышем, блять. Ты доебывать будешь, я тебе кулаком пиздану, понял, нет? Еще раз. Меня кулаком пизданешь, и я тебя пристрелю нахуй на месте. Ну, пизданул, что дальше? Попробуй, попробуй. Там еще два человека вооруженных, тебя сразу ебальник разобьют. Да? Серьезно? И ты мне это на крыше этим угрожаешь, да? Провокатор спу. Спускайся, 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 давай, спускайся. Теперь спустился за мной быстро. Серьезно, блять? Сразу скажу-то, что у того чела снизу нету фир-РП, он находился на достаточном расстоянии, чтобы что-то попробовать предпринять. А вот у челика, который бегает по крыше, уже есть кровь ДРП, а также фир-РП, потому что он достал, во-первых, оружие в общественном месте, по правилам сервера, во-вторых, он достал оружие в ответ на мое. О последствиях этого удара я его предупреждал, остается дело за мной. Сюда, блять, бегом. Блять, ты чё творишь? Вышел. Сука, ты чё журе вышел, вышел. Сюда, блять, вышел, ты чё ёбнулся, сука, совсем? А ты чё, блять? Ты чё творишь? Я обычный гражданин, который живой, я не знаю. Да, блять, не знаешь. Вышел нахуй и дверь открыл. Тебе оружием угрожали. Ты, блять, заходь в жую территорию, я сейчас ментов, блять, вызвал, я тебя уволен, нахуй. Вышел с моей территории, или вы едите пиццы. А ты так и будешь кричать из-за двери, или что ты сделаешь, девочка, блять? Я домой иду, отойди, дай зайти, сука. Мне нужен человек, который сейчас должен сюда выйти. Вышел, я тебе угрожаю оружием. Раз. Два. Блять, я тебя сейчас забаню, засолорейд. Блять, я нахуй забаню, сейчас засолорейд. Вышел, говорю, сюда. Понятно, блять, где сдать. А, гражданский, отойдите, пожалуйста, у нас сейчас оперативное мероприятие происходит. Не мешайте, пожалуйста, потом вы зайдёте домой к себе. Вы потом к себе домой зайдёте. Мне нужен человек, который у вас дома. У тебя соло рейд, иди, выйди. Что тебе надо, дай мне домой зайти. Хорошо, это будет неподчинение, вы будете за это арестованы. Я так угораю с этого чела, который кричал про соло рейд. У него в итоге выходит нарушение фиррп, а также метагейминга. Метагейминг, потому что он не кричал, просто горланил про соло рейд, а это нон рп информация. Ну а фиррп, потому что он не слушался приказов полицейского с оружием. Что? Найс. Ебать байт, какой же классный получился. Это рейд? Понятие меня устроило рейд? Мне просто про меня полицейского как бы въебали с вашей квартирой, ну как бы... Это, ну... Значит, соберу спецназ за рейд. Фирррп. Фирррп у челика, которого я убил второго. И у того, кто мне не слушался. Я сейчас даже... Нет, я документ запишу, сделаю. Список пидорасов. Вот, открою. И теперь начнем по порядочку. Томмиган, фирррп. Фирррп плюс МГ. Далее. Чел, которого я убил. У него кровь дрп плюс фирррп. Плюс фирррп. А подождите, НЛР вообще как считается? Нет? Основное. Запрещает помнить что-либо о вашей прошлой рп жизни. Он этого не помнил, не упоминал. Возвращаться к месту проведения рейда обыска захвата территории ближе, чем на 1.5.1 конструктивного пропа Грисмода. Рейда не было. Обыска тоже. Я ничего такого не делал. Я просто чела хотел вытащить на улицу, чтобы с ним разобраться. Обыскать его возможно. Но у меня даже обыска не состоялась. Хотя комендантский час, вообще-то. Как бы да. Но значит по два нарушения у каждого. О, ебать, выйди и сделай что-нибудь, чтобы я что-то получил. Ну, короче, не обращай внимания, провокатор. Провокатор, чел, не обращай внимания. В смысле провокатор? Я стою на крыше и ничего такого не нарушаю. В чем проблема? Алмут мне похуй. Алмут мне похуй. Алмут мне похуй. Алмут мне похуй. Это имя чье-то или что? Или у тебя пластинку заклинило, сука? Да все, закрой рот, закрой рот. Иначе что ты мне сделаешь? Закрой рот. Ты сидишь, блядь, и за пропов мне что-то кричишь. Кто, блядь, из нас еще борзый и смелый двоих? Давай, скажи мне. А ты такой же языкастый будешь, если ты на улицу выйдешь? А что, на нашей территории стоит? Он на крыше, но он просто мешает общаться. Что за кусок, и по-моему, не грамм. Тебе мешает общаться, твой низкий окил, блядь, долбоеб. Стой, стой на месте. Ну, я стою. Теперь за мной спускайся, медленно, и не доставай оружие. За мной, медленно, спускайся, и не доставай оружие. Достанешь оружие, я буду вынужден в тебя выпустить всю обойму. У меня нет оружия. А зачем я за тобой идти, я не понимаю. Вниз, за мной спускаемся. Раз. Два. Теперь к стене. Два. Ты меня что, за оскорбление будешь сидеть? Хотя сам первый и начал провоцировать. Я хоть и байтер в гаррис моде, хоть и душнила, хоть и барабанщик, но все же голова на плечах у меня есть, и я не видел, кто мне конкретно и что говорит. Я просто слышал что-то и отвечал. Но вы скажете, так вот же, у тебя есть отображение вось чата, и там написано имя. Поздравляю, ребята, вы нарушили правила Нон-РП. Да, я, конечно же, видел, кто по имени конкретно мне что говорил, но я эту информацию не буду использовать в ролевой игре. Я лучше дождусь такого момента, когда они лицом к лицу мне что-то конкретное скажут, чтобы я мог взаимодействовать конкретно с ними. Я? Кто провоцировал? У тебя М4? Ты провоцируешь. У тебя М4 найдено. Откуда? Лицензия. Выиграет ролл, пойдет дальше. Ну я, скорее всего, его проиграю, давай. Лицензия действительно, это до всего доброго и больше не хулигань. Как засунуть в жопу, как? Дай пройти меня, дай по ней пройти. Нет бы диалог, но, сука, он молчит. КГБ-стик, вот этот человек справа, он предлагает яваться за деньги. Я не могу. В чем дело? Я думаю, согласиться или отказаться. От чего? Лучшие слова. Я не понял, сейчас встаньте лицом к стене. У нас проституция запрещена. Лицом, говорю, к стене встаньте, какого? Ты пришел у нас? Вышел. Выйди с дома. Вышел. Сюда, говорю, вышел. На улицу. На улицу вышел, я тебе говорю, раз. На улицу, блядь, ты что, глухой, что ли, сука? Ты что заходишь? На улицу выйди, иначе... Я пройти хочу. Ты на час на собственность зашел, дау? На улицу, ко мне выйди. Пошел нахуй. Мы просто приговорили, нашел нахуй. Обезда. Причина. На улицу, блядь, выйди, сука, иначе я тебя тут тоже расстреляю. Алё, блядь. Причина на завязание... Причина оскорбления госсотрудника. Вышел на улицу, два. Последнее предупреждение. Он мне сделал компрометно. Всё, всё просто, я... Я его не обзвал, он до меня доебался. Чё, доебали? Ну чё, блядь, тут варится? А, понял. Он насил в кого-то. А, понял. Блядь, ну это пиздец, сука, ну что это за вахуй? Пидорас, ёбаный. Он просто хотел... Пидорас, ёбаный. Вы сами оскорбляете госсов, потом удивляетесь, что к вам применяют меры какие-то. Ну пиздец. Ну что это за хуйня, блядь? Сука, ну твою мать. Теперь и КЕС у нас получает ФИРРРП, блядь. Потому что ты не имеешь права, во-первых, заходить на чужую собственность. Это во-первых. Во-вторых, ты проходит в дом, когда ты должен был вытащить нашего из дома, а не заходить в него. Серьёзно? Мне чё, он не подчиняется, я не имею права его вытащить из дома? Ты не имеешь права заходить в дом. А, то есть я должен это оставить без какого-то внимания, да? Во-первых, должен был здесь сначала ордер. Ордер на то, чтобы человека вытащить из дома, правильно я понимаю? Ты на нашу территорию зашёл без причины. Ты на нашу территорию заходишь, тебе нельзя это делать. Причина была. Почему ты сейчас врёшь? Он не врёт, он прав. Причины не было. Ты провоцировать начинаешь. Стоишь специально на крыше, кидаешь какие-то глупые реплики в нашу сторону. Реплики глупые. И начинаешь, в общем-то, общаться. Я стою на крыше, ты начинаешь своими друзьями говорить о том, что вот если сейчас кто-то там не слезет, кому-то будет пизда и всё такое. Но, естественно, я тебе отвечаю так же. Чё, я хавать буду? Ты стоишь на крыше, так ты кидаешь глупые реплики, мы просим... Реплики какие? Я просто молча встал на крыше, это ты среагировал. Я никто не заставлял на это реагировать. Нет, 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 нет. Что нет? Второй раз, именно вот последний, если говорить именно об этом. Мы общаемся внутри с друзьями, ты просто реплики глупые кидаешь. Какие реплики я глупые кидаю второй раз? Мне демку поднять, где видно, что я просто молча встал на крыше во второй раз. И ты начал сам говорить о том, что если кто-то не слезет из крыши, то ему будет пизда? Ну. Что ну? То есть ты согласен с тем, что ты сейчас пиздишь? На крыше зачем стоишь? На крыше зачем стоишь? Хочу, мне не запрещено ничем. Провокацией на что? Я стою на крыше. Нет, не то, что провокации, он специально выводит на конфликт, стоя на... Каким образом? Ты сам на этот конфликт идешь, начиная как-то провоцировать полицейского, ты в курсе, нет? Нет, мы не провоцируем. Ты провоцируешь, стоишь на нашей крыше. Каким образом я тебя провоцирую? Я стою просто на крыше. Это общественное место по правилам сервера, и это не запрещено ничем. Крыша — это не общественное место по правилам сервера. Крыша домов в элитке разве не общественное место? Это... это общественное место. Это просто написано... А, нет, да, это общественное место. Но это наше. Ну так ты определись, что общественное, что не общественное, подучи правила, а потом претензии кидай. Я перепутал, я перепутал. Да ты в этой жалобе достаточно много чего перепутал. Что это это пол? То есть ты не стоишь на нашей крыше и специально не выводишь на конфликт? Зачем мне тебя выводить на конфликт? Ты сам на него идёшь спокойно. Ты не стоишь на нашей крыше. Что ещё? А ты менту угрожаешь, что ему будет пиздай, если он не слезет. Как, нормально, нет? Ну там не указывают. Нет, это общественная закрепляет. У меня, получается, тоже претензия есть. Что происходит вообще? Чё мы дальше разговаривать будем? Мне даст кто-нибудь их до конца уже интеллектуально изнасиловать или нет? Кому ты будешь интеллектуально насиловать? Я уже в процессе, не чувствуешь? Вот одна реплика глупая твоя с твоей стороны. Ещё одна реплика глупая? Ну давай, пристрени что-нибудь. Оба адекватнее, либо предупреждение. Тише. Ты предупреждение будешь выдавать? Ты не в том положении, чтобы предупреждение выдавать. Ты сейчас на жалобе терпила, ты потерпевший. Тихо, тихо, либо 1.21 получишь. Так, Асимтика, смотрите, мне наркоман сказал заниматься данной жалобой. Расъясните мне суть, что происходит, за что жалоба. Короче. Ну он поздно выигрывает. Что-то начал там бубнить эти, начался с ловесной перепалку. Он его увекал куда-то, я так понял, на оружие проверились, он выиграл броню. Потом, знаешь, какая-то перепалка у него была с ментом. Ну я стою в двери, он стоит, заходит на территорию. Они там общаются с ним, он залетает на нашу территорию, начинает угрожать стволом. Потом, когда Кэс стоит уже в двери, шокером его бьет и заходит в дом. Ну там, наверное, скорее всего, подчиняется с ним, и за это он получает соларейд и нон-рп. А что, кого я рейдил-то? Ну смотри, давайте один кто-нибудь будет говорить, я не хочу как-то в конфронтацию вступать с кучей людей. Ну ты уже, ты уже рассказал. Что рассказал? Ну один рассказал, еще второй будет то же самое пересказывать или что? Ну он пояснил за... Ты стоишь всю разборку, вала ебешь, и вообще ты тут никак, вообще не фигурируешь, понимаешь? Если этот может хоть что-то сказать, то ты просто стоишь тут, существуешь тупо и все. Я полностью адекватен, я никого из них даже не оскорбил, понимаешь? Я говорю просто факт того, что его присутствие тут, ну в принципе, бесполезное. Это тебя ебать не должно. Чего мое тут присутствие? Надо, не надо. Я являюсь участником жала. Закуси жала нам. Так, ладно, я все расскажу. Так, ну тут 4.5. Ну а я могу что-то рассказать, или вы просто будете обсуждать, как бы меня искуснее в бан закинуть? Не, хорошо, быстро скажите что-то. Хорошо, я стою на крыше, которая прописана как общественное место в правилах 1.16 кровь ДРП, а именно крыши домов в элитном районе, считаются общественным местом. Я могу там делать что угодно, но естественно в рамках разумного. Например, не могу строить дома какие-то, а находиться там мне никто не запрещал. Тем более я этот КГБшник, а я был в маскировке какое-то время. Потом второй раз я пришел без маскировки, это надо запомнить. Это надо запомнить. Далее, ну я никак не мешал, начнем с этого, постройки твоей или же процессу строительства. Вы сами охотно как-то шли на конфликт, используя там то соси хуй, то еще что-то. Вот, дальше это дошло тупо до того, что ты поднялся, ебнул кулаком. Я это посчитал за попытку нанести вред сотруднику полиции, достал пистолет и попросил тебя спуститься, если не ошибаюсь. Вот, хотел тебе выписать либо штраф, либо срок за то, что ты наносишь вред сотруднику полиции. Твой друг достал оружие и тут же отлетел на спавн, потому что я по фасту среагировал и ебнул его. В этот момент, когда тебе угрожали оружием, ты достал оружие в ответ и тоже отлетел на спавн. А твой, вот этот вот друг, сожитель твой, он побежал домой, но я его настиг и сказал ему выйти на улицу, стать лицом к стене. Во-первых, тогда еще, могу ошибаться, но еще шел камчас, оставалось не так много времени, но все же время было. Я был в полном праве его обыскать на наличие оружия, поскольку он тут живет, он тут тусуется, и его два друга хотели убить сотрудника полиции. Один из них достал оружие на сотрудника полиции уже без маскировки, потому что когда я стрелял, маскировка уже пропала. Вот, ему это никак не помешало достать оружие в ответ. Меня не слушается Томмиган, моих приказов конкретных к нему выйти на улицу, для того, чтобы я мог что-то дальше предпринять. Он просто стоит у себя в квартире и потом заходит за пропы. Оттуда он уже, когда я типа отвлекаюсь, но все же мое внимание направлено на то, чтобы его вывезти с квартиры, он берет, достает оружие и меня убивает. Причем он достает оружие тогда, когда у меня в руках было постоянно оружие, а именно дигл. Он меня убивает в этот момент, и в момент, когда я его прошу уже нормально выйти на улицу и угрожаю ему прямо оружием, он мне рассказывает за нарушение каких-то конкретных правил. Соло-рейт и так далее. Он скачет из РП в нон-РП разговор и пересказывает мне какие-то пункты правил. А это нарушение правила МГ. Это нарушение правила МГ. Вторая жизнь начинается у меня. И я в этот момент уже забываю про то, кто меня как убил, с какого оружия. Я забываю про подробности и просто нахожусь на крыше, но уже без маскировки какого-то там, не знаю, гражданского бандита или фармилы. То есть я был полностью в обмундировании КГБ. И что? Я пришел на место рейда или что? Ты в соло проник на чужую территорию без ордера, без всего. Каким образом я проник? Слушай, я... Я выслушал то, что ты говоришь. Будь добр закусить свое жало нахуй и послушать то, что я рассказываю. Говорит, вы начали его перебивать чат. Задаваем вопрос. Пусть пока он тут нам байки расскажет. Байки расскажет? А если я сейчас вытащу демку, это будет так же байка или же будет явье? Далее. Я прихожу во вторую свою РП жизнь КГБшника. Уже без маскировки. Стою на крыше. Я при этом ничего не говорю такого. Я просто молча там нахожусь. Они то ли по камере, то ли еще как-то увидели то, что на крыше кто-то стоит. В итоге они берут, выкидывают такие фразы из разряда. Вот, там сейчас кто-то на крыше лазит. А кто у нас на крыше? Вот если он сейчас не слезет, то ему будет пизда. Ну, я как бы, естественно, отвечаю. А ты выйди и скажи это сейчас прямо мне. Тому, кто стоит на крыше. После этого начались уже, ну, оскорбления в сторону друг друга. Но поскольку я слышу только голос человека, но не вижу, кто конкретно со мной говорит, я не могу опираться тупо на вот этот индикатор войсчата, что вот мне этот игрок сказал, а потом я его увидел с этим ником и так же его арестовал. Нет, ко мне сам он потом залез на крышу. Я ему говорю, типа, голос похожий, давайте лицом к стене встанем, я осмотрю вас и все. Я смотрел его на наличие нелегала, нашел М4, мы отыграли ролл, который я проиграл, и я его отпустил. Сказал впредь больше, давайте без каких-то перепалок и дерзостей, потому что на месте гражданского, который стоял на крыше, мог бы оказаться я. Я тебе даже услугу, понимаешь, оказал, чтобы тебя не сажать. Хотя я мог выдумать кучу причин, почему и как я узнал твой голос, и узнал, что это ты мне оскорбления говорил, узнал, что это ты говорил мне соси хуй и так далее. Жду от тебя большое, огромное спасибо. Вот, стоит уже милиционер и еще какой-то тоже гос, они там стоят, о чем-то разговаривают. Я спрашиваю, в чем дело, но мне милиционер что-то пока рассказывает, типа, ему кто-то что-то предложил из этих троих жильцов. В этот момент один из этих троих людей, конкретно я сейчас даже ник скажу, прошаренный бандит за випку, у него еще болван какой-то стоит на аватарке. Он берет и посылает мента нахуй, а для меня и для любого госа это красный свет для того, чтобы взять человека и арестовать за оскорбление госсотрудника. Нельзя оскорбить кого-то, можно оскорбиться. То есть, если я тебя каким-нибудь выебнем, корявым назову, это ты не оскорбишься, да? Если я конкретно тебе это адресую. Ну, в принципе, будет немножко обидно. А, будет обидно, да? Ну хорошо, тогда тоже полицейскому было обидно. Значит, условно, что полицейского это обидело, это нарушение законов города, за которые предусмотрено наказание. Далее, я начинаю угрожать оружием и просить его выйти со мной как бы на улицу побеседовать, и так же, чтобы его обыскать. Он стоит у себя, вот, отчертим, например, линию. Он здесь вот, вот тут порог находится, я, это он, который стоит на пороге дома. И он стоит мне с дома говорить, типа, вы не имеете права, это соло рейд и все такое. Ну, как бы, с башкой в порядке все, нет? Ты чела оскорбляешь полицейского? Тебе хотят за это потом, после вот этого расстрела второго человека, достает оружие Томми Ганн и берет меня убивает. И он достает это оружие в ответ на оружие мое. Да, мне задали вопрос, в кольце и влезаешь. Он берет энку, получается, или что там у него? И ногой на порог немного на шеклоте заходит, что это не убыск? Ну, это душнило называется, и один дерьмбан на байфорточка. Хочешь? Ну, я, собственно, здесь нарушений не вижу. Нет нарушений, ну ладно. Блять, хотел бы мне доебаться за то, что я на порог зашел, сука, серьезно? Мы по манике поставим, чтобы услышать звук мани-принтеров и покукарекать в 911. Либо что-нибудь еще. Ну, больше я не могу предположить вариантов. Зачем он стоит на нашей крыше? На крыше бандитов. Откуда значит, что это крыша? Крыша бандитов, бля. Это прежде всего крыша элитного района, какого-то дома. Покукарекать, бля. Блять, нет игры выше. На кукарекане больше я тебе скажу, знаешь, что похоже? То, что ты хотел сейчас доебаться за то, что я вступил на твой порог. И считается ли это за рейд. Вот это похоже на кукареканье. Да я вопрос задал, админу. Я понимаю, что душ милого. Я понимаю, что душ милого. Так же он... То есть ты это сознательно делаешь? На нашу территорию. Ну, ну, так тоже это сознательно делаешь. Пытаешься нас либо провоцировать, либо ждешь, что... Как, бля, я стою на крыше? Ты начинаешь меня хуями крыть с своими друзьями. Иди на другую крышу, стой. Хуй ты на нашей стоишь, не понимаю. Тут люди живут. На пустой крыше смысл стоять. Молодец, чем они не занимаются. Так, тогда я понимаю, жалоба разобрана. Вы будете ретернуты, удачная игра. А почему, подожди, ретернуты? Вы можете быть свободны, но и вы тоже. А почему? Ну, все, в принципе, на вас. Я не вижу нарушений у вас. А, так у них же есть. Ну, вот он вас жалостный причин, не того, что вы зашли на порог. Я бы нарушений как такого не вижу. Ну, так у него же есть нарушения кровь ДРП и фир РП два раза. А, извиняюсь. Кровь ДРП и два фир РП. Ну, кровь ДРП это чего? А, потому что ты на меня оружие навел, потом отликнулся на моего друга, убил, и я достал оружие в ответ. Ну, потому что страшно было. Потому что страшно было, а ты не должен был доставать. Первый РП два, первый раз, ты говоришь. Первый РП два. Первый раз, потому что что? Первый раз ты залез ко мне на крышу, начал бить меня, я достал оружие. Потом бахнул твоего друга, который достал оружие в ответ. И ты в этот момент тоже достал оружие, и тоже за это отлетел на спавн. А в этом есть Крофд РП Ты в людном месте достаешь оружие И начинаешь мне угрожать Второе ФИР РП в том, что ты Когда хотел просто зайти домой И ты видел вооруженных полицейских Один из которых настроен агрессивно Ты заходишь немножечко за порог Достаешь оружие и начинаешь угрожать В ответ полиции За это ты опять отлетел на спавн В этом и весь твой ФИР РП Сколько там было полицейских? Три Знаешь что? Что бы мне такое еще Кукнуть? Я даже не знаю Синадай, рекомендую попей пару таблеток Пронесет Да я понял, понял Тебе тоже Там не зачем У вас 35 минут Во второй ситуации Ты согласен, подавайте жалобу на фу У тебя микро завода Я говорю, если вы не согласны с ваном Подавайте жалобу на фу Ну ладно А теперь сюда Томмигана Который в РП очень сильно разглагольствовал Я плачу У тебя не только метагейминг У тебя два ФИР РП Алло, я нажал обе Ну ты же понимаешь, что у тебя как бы на НРП Ты не имеешь способ поднять чужую собственность Ты не имеешь право поднять чужую собственность Ты не имеешь право поднять чужую собственность Ты давай отдыхай Теперь начни я Вот тип ты Да ты начал еще до этого Я тебе разговариваю Я вас всех повыслушивал Я тебе еще раз объясню Но я кое-что уточниться Убивасик Убивасик Что тут того Зашел все-таки Сейчас я должна Наверное правила Читаю Ну давайте уточняйте Потом тогда Выдаешь ему наказание Я пойду поиграю Да давай Покиньте меня Даро Нельзя Покиньте меня Серьезно А че нож тут достал Я аж без агрессии Я аж без агрессии пришел Зачем нож тут делать В чем проблема Ты че делаешь Блять Ты че совсем